Всех заявленных на игру волейболистов, а дальше начнется самое интересное. Очень-очень интригующий матч нас ожидает. Понятно, что возможно играют не лидеры сегодня отечественного волейбола. Тем не менее, Несей и Урал довольно амбициозные задачи перед собой ставят. То есть, самым минимум попадания в плей-офф. А там уже будем посмотреть, как говорится. Но пока-пока не очень удачно. Красноярцы этот сезон начали. И сегодня, я думаю, все силы отдадут, чтобы первую победу одержать. А что Уфа? Ну, а Уфа тоже прилетела сюда не с высоко поднятыми, так скажем, руками, чтобы сдаваться. Будут уфинцы сегодня сражаться изо всех сил. Дебютировали они дома, во-первых, матча дома провели. Теперь они играют в Красноярске. Это первая гостевая встреча. Последние наставления наставников обеих команд. Чтобы уж точно донести до подопечных все, что они хотели. Без всяких... ...различных препятствий. Вот эти последние минуты перед игрой, они самые томительные. Очень долгое время идет. И хочется, чтобы уже быстрее начался этот праздник волейбола. Чтобы подачи в блоки атаки захлестнули эмоции тебя. Ну, подождем. Совсем чуть-чуть осталось. Ну вот, пришло время объявления стартовых составов. Выходят на площадку игроки обеих команд. Ну что ж, сейчас назовем им составы. Значит, Уралуфа. Начнут эту встречу шесть игроков. Ну и плюс Лигера под номером десять. Роман Брагин. Естественно, я думаю, для кого не удивительно, что в старте Уфы сегодня Алексей Спиридонов под номером пятнадцать. А вместе с ним номер двадцать три Никита Алексеев. Это диагональный. Номер семь. Это Леонид Кузнецов, центральный блокирующий. Номер восемь. Денис Бирюков, доигровщик. Поиграл он в достаточном количестве клубов. Сборную России привлекался. Также у нас на площадке у финцев связующий, по-моему, Никола Йовович. Номер девять. И номер двадцать пять. Центральный блокирующий Александр Абросимов. Что касается Енисея. Здесь связующий Валентин Стрельчук. Центральный блокирующий Дмитрий Жук и Руслан Хани. Доигровщики Тодор Скримов и Ян Ерещенко. И в диагонали встречу начнет Кирилл Клес. Ничего, в принципе, удивительного в старте Енисея нет. Третий матч, третий стартовый состав одинаковый. А Либера, который начнет эту игру в составе у трассноярцев, это Александр Янутов, номер двенадцать. Ну что ж, первая подача в матче. Ян Ерещенко выходит на подачу. Ян неплохо провел матч с «Зенитом». Грузия, ну что матч начинается нести на подачу. Давайте дружно поддержим наш Григорь. Громко, громко! Особенно здорово Ярещенко принимал поединку с «Казанцем». Большой балл, конечно, но там такие подачи сумасшедшие летели, что сложно было. Итак, мяч в игре. Либера подает. И первая атака Дениса Берякова. Цепляет Жук вместе с Кириллом Клецем эту атаку, но мяч, не менее, падает. Площадку 1-0. Урал повел. Очень быстро снялись у финца, очень спокойно. Кто первый подает в их составе? Леонид Кузнецов. Да, центральный блокирующий выходит на подачу. Посмотрим. Планер от Кузнецова спокойно принимает. Первый темп. Не попадает Жук. К сожалению, не точно был Дмитрий. 2-0. 2-0 идет Урал. Но с планером Ярещенко справился достаточно просто, что даже первый темп удалось сразу задействовать. Посмотрим, кого сейчас выберет своей целью. Леонид Кузнецов. Вновь Ярещенко. Хороший прием на Клекса. Диагональ. Справляется блок. Спиридонов принимает. Теперь уже первый темп отобросим. Ах, рисковал Ян Ерещенко. Со второй линии атаковал сейчас. Не знаю, было ли это обосновано, но, видимо, увидел Ян лазеечку, в которую можно этот мяч отправить. Но не получилось. 3-0. Неудачное, прямо скажем, начало для Енисея. Видимо, еще не вошли в игру красноярцы, а Урал все сейчас совершенно спокойно. Третий подряд подача Кузнецова. Опять Ярещенко справляется Ян. Первый темп от Джука. Атака 23-го номера. Это Никита Алексеев. Диагональный. Урала первое очко свое в матче набирает. И вновь на подачу Кузнецов. Кто-то, видимо, уже Александр Клинки на тайм-ауте задумывается. Кузнецов. Продолжает бомбардировать Ярещенко. И на этот раз Дмитрий Жук с третьей попытки наконец-то вколачивает мяч в площадку. Великолепная атака. 1-4 счет. Жук забил и отправляется на подачу. Посмотрим, чем ответит центрально блокирующий Несея своему из-за Ирии из Урала. Четыре раза подряд Леонид Кузнецов подал. Как получится у Жука. В планах Сперегонова. Первый темп справляется в приеме. Жук подстраховал. И Тодор Скримов. По рукам блокирующий хвал. 2-4. Молодец Жук. Несмотря на рост, несмотря на амплуа. Сейчас после атаки, ну не самой, прямо скажем, удачной атаки. А бросим его подстраховал. Оказался в нужном месте в нужное время. И помог своей команде заработать второе очко. Вторая подача Дмитрия Жука. Вновь в Передонова. Первый темп обросим его. Ханипов закрывает в одиночку. Какой красавец Руслан. И шанс у Енисея. Ханипов по рукам блокирующий хаут. 3-4. Ну что ж, довязалась борьба у нас. Начало выдалось не самым, может быть, интригующим. Четыре очка подряд набрал Урал. Ну, теперь три подряд балла за Енисеем. Уже 3-4. Жук на подаче. Опять в Передонова будет метить Дмитрий. С другом, с другом справились. Эх, чуть-чуть не повезло Кириллу Клецу. Но атака Никиты Алексеева, конечно, была очень мощной. Тут было тяжело обработать мяч. Просто, может быть, постараться как-то его вверх поднять. Но не получилось. У Никиты 5-3 впереди Урал. И диагональный уфимцев подает в Яну Тава. Справляется Либера. Задняя линия Ян Ерещенко. Ну, это просто красота. Для волейбольных гурманов Ян сейчас выступил на бис, можно сказать. Ну, и Стрельчук, конечно, классную передачу ему отдал. Ну, что ж, теперь Кирилл на подаче. 4-5. Силовая от Кирилла. Тоже в Либера она летит. И первый темп обросим, Ола. Ну, блестящий. Йович нашел своего центрального блокирующего великолепной передачи. И тот вколотил мяч в площадку. 6-4. Небольшой отрыв Урала сохраняется. Денис Бирюков будет вводить мяч в игру. Силовая? Конечно. Яну-то с трудом, но справляется. И Кирилл Клец сам себя перехитрил. Летел он с задней линии вроде как на силовую. Потом, видимо, понял, что не сможет. Решил выполнить обманный удар, но не получилось. Ну, здесь вряд ли большая вина Кирилла. Как говорится, вина отдающая. Не самая удобная передача была от Валентина Старчука. Вновь Бирюков на подаче. 7-4. Да вот, Катьяну Тава и Тодор Скримов очень спокойно. Ну, прямо очень. Сириду Николу Йововичу, который немножко не успел. Снимается Енисей 5-7. И сам Скримов отправляется на подачу. Выискивает цель Тодор и Бирюкова. Задний... Да, отлично, отлично атаковал Алексеев сейчас. Хоть у задней линии удар наносил, но разобрался. Скримов не сумел. Вытащит. 8-5. Передний гость. А на подачу Александра бросит. Янутов достает. На Клеца. Клеца кроют, но молодцы. Енисей молодцы. Стрельчук посылал блокирующий. Обманывает. Дереченко разбогали. Задний линии Бирюков. Эх, Стрельчук. Стрельчук. Сейчас, наверное, вот он очень хотел помочь команде. Но вот не надо, наверное, было трогать мяч. Там были готовы партнеры его подстраховать. А так получилось, что он вскочил совершенно не туда, куда ожидали. Тодор с Климов и его партнер, и шансов достать мяч не было. Подача бросим его. Ерещенко. Здорово. Сейчас Ян пробил. 6-9. Сохраняется вот эта вот приму, что достаточно комфортная для Урала. Вот, то есть даже право на шоу. И если две, то опять еще практически сравняется. Руслан Ханипов на подаче. 6-9. Клана. Стрельчук спокойно справляется. И сам же атакует по рукам блокирующих. Не будет атаки у Енисея. И не будет комфортной атаки у Урала. Ерещенко будет? Нет. Клершин. Кирилл. Здорово Либера играет. И пробивает Никита Алексеев блок. Ну вот это розыгрыш. Наверное, один из самых красивых был в матче. Блестящий тут в приеме. Показались обе команды. Особенно Либера гостей. Роман Брагин. Здорово он обманный удар Клеца подстраховал. Ну и помог своей команде набрать 10 очков. А на подаче у нас кто? Ёлович. Скримов здорово справился. А там Алексеев уже ждал. Яна Ерещенко. Блестящий. Блестящий блок. 11-6. Ну логично, что Клинкин берет тайм-аут. Все-таки не задалось сначала Венесея. И в дебюте 4 очка подряд проиграли. И сейчас уже 5 очков составляет преимущество гостей. Конечно, не так надеялся начать матч наставник красноярцев. Да и сами игроки, уверен, думали о другом дебюте. Ну, как вышло, так вышло. Надо исправляться. Надо стараться до 100-200. И пока 25 очко, а в каких случаях 26, 28, 28 не набрано. Надо бороться. Надо стараться оказывать давление на соперника. Ну, Урал пока играет здорово. То есть даже не припомню ни одной ошибки у финцев. Все здорово, все классно, все вовремя. И прием работает, и блок, и атаки неплохие получаются. Посмотрим, что будет дальше. Продолжает Ёлович подавать. Сербский связующий клуба из Уфы. Зависло от напряжения над площадкой. Подача Николы. Справляется и Рещенко. И сам же атакует. И на этот раз ни Алексеев, ни Кузнецов не сумели остановить украинского доигровщика Енисея. 7-11. И Стрельчук на подаче. Связка Енисея-Валентин Стрельчук. Справляется Береков. Спиридонов. Ох, Алексей. Ну, мастер, мастер, что ты сделаешь. Понятно, что талант у Алексея Спиридонова запредельный. Другой вопрос, реализовал ли он его на 100%. Но это лучше спросить у него самого. Какое мнение по этому поводу доигровщика убрало. После Енисея в прошлом сезоне выступал за «Зенит» Казань. Но там играл очень мало. И вот перешел в Уфу. Спиридонов за игровой практикой. Подает. И вот справляется прием. И здорово, как быстро первый темп разыграли. Вы посмотрите, Стрельчук на Жука и Жука. Без шансов для соперника. 8-12. Такое чувство, что Дмитрий Жук летел атаковать еще раньше, чем мяч до Стрельчука дошел. Но это сыгранная, значит, наигранная комбинация. Ян Верещенко. Хорошая подача. Сам Гереков атаковать будет. Надо ловить, да. Тодор Спримов страхует. Стрельчук. И задняя линия Верещенко. Отлично. Девять-минадцать. Все было по уму. Все было здорово разыграно. И подача классная от Верещенко. Ну и атака со второй линии тоже блестящая. И вновь Ерещенко будет вводить мяч в игру. Ян. Брагин справляется. Йоович первый темп. А там уже Дмитрий Жук. Гроза всех соперников на блоке. Первый блок Дмитрия сегодня. И 10-12. Всем жукам Жук был в прошлом матче, когда набрал 10 очков на блоке. Но сегодня пока первое. Но так весточка от него уже пришла, что ребята, я здесь у сетки, будьте аккуратнее. Вновь Ерещенко заставляет потрудиться. Тут ничего опасного быть не могло. И блок номер два. 11-12. Ну, Жук, что творит, а? Ловит, когда этот парень кураж. Невозможно просто его переиграть. И теперь уже тайм-аут берет тренер гостей Константин Сиденко. Ну, конечно, да. Было плюс 5 столов, плюс 1. Самое время какие-то коррективы вынесли. Да, блоке Жука. Это вообще такое оружие Венесея, на которое вряд ли. Надеялись, что он будет таким мощным. Потому что Дмитрий Жук уже не первый год в этой боли, не первый год в Венесея. Он уже достаточно опытный игрок. Раньше я не припомню от него такой потрясающей игры на блоке. Иначе тренерский штаб в Красноярзов очень плотно поработал с ним. Стал Дмитрий просто монстром. Ну, как вот он. Тут-то, конечно, да, атака была тяжелая. Но в первом случае просто красавец. А Жукным временем исполнится скоро уже 26 лет. Два тринадцатого у него рост. 13 ноября день рождения Дмитрия. Ну, вот, наверное, обретает постепенно волейбольную зрелость. А тем временем Ерещенко вводит мяч в игру. Он затрудняет. Но классный пас Йовича. И Леонид Кузнецов снимает, наконец-то, гостей с этой подачи Ерещенко. Переигрывая своего визуа вина в блоке. 13-11. Но сейчас уже гораздо интереснее. Сам Кузнецов после удачной атаки будет вводить на счет в игру. И ошибается. Ну, так очко дал, очко взял у своей команды Кузнецов. Сначала отличный первый темп, потом ошибка на планере. Конечно, хотел бы усложнить, чтобы было сложнее, чтобы принимающие там допустили ошибку, но в итоге ошибся сам. А вот и Жук тоже ошибается. Обменялись так подарками. 14-12. Дело в том, что если подавать в планер очень просто, то это лакомый кусочек для принимающих оппонента. Они спокойно и дают до связующего. А тот отдаст максимально удобно первому темпу или в диагонали, и тебе вколотят в первую линию. Поэтому стараются ребята усложнять, но вот ошиблись по очереди. Силовая от Алексеева Ямутов принимает. Стрельчук назад на Клецелу. У Валентина, видимо, есть. Хотя бы один глаз на затылке, иначе как он увидел. Все здорово было разыграно. Ну и Клецелу летел и вколотил. 13-14. И... Клецелу подал, ну рисковал, да, под заднюю линию хотел. 15-13. Спиридонов так заводит партнеров, чтобы они... ...более настроенными, что ли, наверное, были. Ну да, быстро урал. Примеча Бирюков. Хитрющая какая подача. Ерещенко пасует на Скримова. Тройной блок. И не будет атаки. Или будет? Нет, не будет атаки. А теперь он спокойно разыграет Скримов. Устает из Спиридонов. Нет. Янтов страхует. Стрельчук вновь на Скримова. Третья подряд атака Волгарина. И вновь мячник. Блестяще играет Урал на приеме. И первый темп и вновь тут. Что творит Брагин? Ну просто красавец. И... Что, было касание блока показывать? Да, ну уфимцы просто красавцы в этом розыгрыше. И Хилипера Роман Брагин просто чудеса творил. Трижды Тодор Скримов атаковал. И трижды справлялись. Потом уже был первый темп от Ханикова. И вновь достал Брагин. Ну и Алексей Спиридонов завершил усилия партнером. Касание блока после его атаки. И... 16-13. Ну вот так вот Алексей провел себя как заводило. Там пару ласковых сказал, видимо. Ребятам Узурала на площадке. А потом сам и делом доказал свои слова. Стрельчук с задней линии. Ерещенко киксует мяч. Срезается. И далеко ваут. 17-13. Восстанавливает Урал свое преимущество постепенно. Ну да, логично, что Климпин берет тайм-аут. Ну сейчас уже пошла такая жара на площадке. Вот этот предыдущий розыгрыш. Когда счет стал 16-13. Наверное, лучший розыгрыш в этом матче. Великолепная игра и атакующих игроков. И скримов бил не просто абы куда. Он нацелено. И в угол площадки бил. И по диагонали от блока. Но принимающие Урала во главе с Романом Брагиным блистательно себя проявили. И не позволили. Инисею сократить до минимума отставания. Даже наоборот увеличили. 17-13. Продолжает подавать Бирюков. Ерещенко справляется. Стричук. Ерещенко задней линии. Брагин монстр просто. И что? Ау? Или в площадку? Ау. Да-да-да. Инисея Ивачко. Ну Брагин. Я не понимаю, как он это делает. Ну красавец, конечно. Будут смотреть повтор, да. Ну если сейчас этот прием Брагина принесет очков Уралу, это будет огромным таким сильнейшим психологическим ударом для Енисея. Енисея Роман там достал, конечно, сумасшедшую атаку. Ну что у нас? 17-13 или 17-14 что-то? Смотрят судьи. Вряд ли там кто-то закрывал обзор арбитром. Скорее всего, на медленном повторе будет все прекрасно видно. Ну вот смотрим и мы. Да, аут. Аут. Причем такой приличный аут. И очко Енисея. 14-17. Не хватило чуть-чуть Брагина, чтобы стать героем. И этого эпизода тоже. Тодор Скримов на подаче у нас. Тодор Скримов на подаче! Поддерживают трибуны легионера красноярцев. Силовая Спиридонова Алексея справляется. И сам же вот это высший класс. Ну просто потрясающе. Что творит Спиридонов? Какой красавец. Принял сумасшедшую по силе подачу. И успел в атаку, да еще как. То есть тут даже восемь, там девять человек будет у Енисея на площадке. Я сомневаюсь, что они бы могли этот мяч принять. А бросим. Силовая Верещенко. И сам Ян. Вот это Аты. И этот красноярского доигровщика. Да-да-да. Очень похожая ситуация. И по динамике, и по исполняющим лицам. То есть Спиридонов. Сначала принял и завершил атаку ударом. То же самое проделал Верещенко. 15-18. А тем временем у Енисея Данила Гаврилов на подаче появляется. Замена произошла у красноярцев. Спиридонов. Ну что тут скажешь. Это мастер, мастер, мастер. Еще раз мастер. Алексей просто без шансов для соперника атакует. То есть Блокому не помеха. Ни двойной, ни тройной. Не вышло вот что-то изменить у Кимкина этой заменой и выпуском на подачу Данила Гаврилова. Хитро так Йовович поддал. Лес в заднюю линию четко. От Блока мяч падает в площадку Урала. 16-19. И Стрельчук на подаче. Связка Енисея ведет мяч в игру. Беликос справляется. Первый темп от Кузнецова. Махнул так мимо мяча Леонид. Ответ Ерещенко. Достает, достает Алексеев. И Спиридонов. Блок цепляет Стрельчук. Скримов, как Хитро. Ерещенко, агман, ударные. Драги на месте. Алексеев. Закрывает. Закрывает. На повторе посмотрим, кто это был. Жук или Клец? Мне показалось, Кирилл Клец своего визави. Диагонального у Фимцев закрыл. Нет, нет, это не Клец. Это Жук. Третий блок, Дмитрия. Всего лишь один сет. Еще даже он не закончился, этот первый сет. А у Жука уже три блока. 18-19. В концовку мы входим. Сейчас Санисееву не надо отпускать, конечно. Соперник. Стрельчук. Тяжелая сочная подача. Кроют. Алексеева. Кузнецов первым темпом. Не получается. И красноярцы такую ошибку допускают. Не разобрались в трех соснах, что называется. Стрельчук и Скримов. Кто этот мяч будет поднимать? Стрельчук понадеялся на Скримова. Скримов понадеялся на Валентина. Мяч в результате упал. 20-17. Да-да-да, обидно, конечно, обидно красноярцам и болельщикам. Могли они оставлять мяч в игре, продолжать погоню. Ну, погоня продолжается, но так бы было два очка, может, и одно. А так три балла отставания. Спиридонов на подаче. Это всегда опасно. Не очень удачно Алексей себе мяч подкинул и в сетку его отправили. 18-20. Ян Ерещенко. Ну что, Ян, время спасать команду. Время делать пейсы. Еще ни одного мы не видели, но, может, сейчас Ерещенко сподобится на подачу на вылет. Очень неудачно подал Ян. Ну, бывает, бывает. Большого желания, видимо, слишком хотел. Вот он сейчас что-то придумать, что-то усложнить. Замена в составе гостей. Это Кузнецов присаживается на скамейку, а на подачу уходит 21 номер Виктора Пивоварова. Ну, видимо, раскусили планер Кузнецова и теперь силовой от Пивоварова. Нет, тоже планер. И тоже выполнен он ужасно. 21-19. 19-21, потому что подает Енисей. Да, Виктор Пивоваров не до этого явно выпускал Константин Сидян, когда сиделся, может, на скамейке, поэтому и не получилось. А у Енисея Сергей Платоненков уходит на подачу вместо Дмитрия Жука. Ну да, надо догонять, надо усложнять приемы. Тут планер, кто знает, полетит, не полетит. Ну что, не хочет справиться. А у воспитанника красноярского волейбола Платоненкова подача, и если получается, то блокирующий только за голову пытаться остается. Посмотрим, получится ли сейчас Платоненков. И опять в сетку. Ну, какой-то у нас кошмар. И четырех подряд подать в сетку, ну ничего страшного. Ну, нервы, нервы, конечно. Концовка, счет такой скользкий. Два очка всего был. Кто прервет эту сеточную эпидемию? Может быть, Никита Алексеев, диагонально Урала, который сейчас готовится к подаче. У Никиты она мощная. Хорошо летящая. Но в этот раз летит вау. Ну что, может команда так и закончит этот сет? За обоюдными ошибками. Или все-таки посмотрим волейбол мы еще. 20-22. Кирилл клетт, диагонально Енисея на подаче. Попадает Кирилл в площадку и очень усложняет. Атака Алексеева. Ну, что он тут мог сделать, собственно, с задней линией, да и по низколетящему мячу только в сетку пробить? И у нас самая жара. 21-22. Сиденко держит руку на пульсе, берет тайм-аут. Да, тут единственный из игроков за последние пять подачи Клес, кто попал в площадку, да еще как попал. Наверное, хочет наставник Урала сбить, конечно, настройки Рилла. Для этого, собственно, нельзя вот этот перерыв. Но Енисе надо успокоиться и постараться взять еще один брейк, чтобы сравнять, да еще там. Урал надо сниматься. В принципе, у Енисе такая ситуация, что три удачных съема, даже при своих подачах не очень хорошо разыгранных, даже валок там не все поподанных, и они этот сет возьмут. Им просто три раза нужно сняться с подачи Енисея. Но сделать это не так просто, если у Кирилла Клеца мяч продолжит вот так вот лететь. Подбадривают партнеры Кирилла. Очень много зависит сейчас от диагонального хозяев. Я думаю, он сам это прекрасно понимает. Подкинул вроде бы удобно, но подал не очень сильно. И первый темп, да, первый темп обросил его, без шансов. 23-21 впереди. Урал. Денис Бирюков на подаче. Неплохо он подавал свою первую серию. Что сейчас? Хитрющая подача, но успевает Яну Топы. Скримов. Ошибка легионера Енисея. Мяч по тросу прокрутившись, улетает в аут. Три сетбола у гостей. 24-21. Бирюков на подаче. Но что будет хитрительно, силу подаст. Вновь он так закручивает мяч, здорово. Стрельчук молодец, Валентин. Ну, очень удобный мяч для обманного удара летел. И Стрельчук все сделал правильно. Опытный игрок, оценил все как полагается и переигрался их из-за вины сетки. Валентин Стрельчук. 85-го года рождения этот игрок. Очень опытный, 34 года уже ему. Поэтому такие моменты он, конечно, читает на ура. А что смотрит сейчас касание сетки? Да, наверное, запросили касание сетки в момент этого обманного удара Стрельчука. Так, смотрим и мы. Сейчас нам все покажут. Ну, на этом плане ничего не понятно. Может быть, есть какой-то другой ракурс? А, вот-вот, да, наконец-то. Да, нет, все четко, все правильно было. 22-24, я уж не знаю. Зачем он сейчас с Урал тратит силы, нервы, эмоции на споры, на какие-то? То есть ты ведешь 21 гола, видеопросмотр показал, что все четко. И зачем дальше поспорить? Ну, сними с подачи, выиграй сет, играй дальше. Не вижу смысла это совершенно. Тодор Скримов готовится подавать, но никак. Что? Просмотр номер два? Что не так там, интересно? Ну, вот эта пауза, конечно, сбивает Тодора Скримова. Конечно, видеопросмотр, с одной стороны, это замечательно, что все справедливо. Там, сантиметр туда, миллиметр туда, и сюда. И видеоглаз этот разглядит любое касание сетки, там, или вышел мяч, не вышел. Но как же они затягивают? И что? А, да-да-да-да. Нет, все в порядке. Чему так радовались, я не знаю, боисты Урала? Подает Скримов. Вбили, конечно, Тодора всеми этими манипуляциями игроки, и гостей армии, но мы посмотрим. Да, Скримов подает ваут. 25-22, первый сет завершен. Команды немного отдохнут, мы тоже отдохнем и услышимся с вами во второй партии. Команды немного отдохнут, мы тоже отдохнем и услышимся с вами во второй партии. Команды немного отдохнут, мы тоже отдохнем и услышимся с вами во второй партии. Команды немного отдохнут, мы тоже отдохнем и услышимся с вами во второй партии. Команды немного отдохнем и услышимся с вами во второй партии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну очень простой планер блок-аут все по классике Алексей Спиридонов 2-1 И сам же отправляется на подачу автор результативного удара в предыдущем розыгрыше Спиридонов На этот раз великолепно подкинул Алексей себе мяч И Ян Ереченко не сумел справиться с этой подачей Летящий именно туда, куда Ян не успевал Первый из матча и он обрел своего автора, которым стал Алексей Спиридонов Спиридонов один из лучших был в первой партии, принимал здорово, но атаковал просто чудесно И вторую партию начинает он С отличным настроем Скримов справляется Из задней линии Пайп Потрясающе 2-3 Брагин встал там этот мяч Даже он нашел его руки, но обработать такой силы удар было нереально Ян Ереченко, ну что реабилитируется Ян за ошибку на приеме Спиридонова будет интересно искать или подаст другую зону Хорошо подал, ну как здорово Брагин справился Алексеев, обманный удар Жук готов Клец Клец второй раз подряд утыкается в блок Ну да, да, вот Кирилл не может пока себя обрести в этом матче Я думаю еще пара таких действий и Климкин заменит Вот сейчас уже Сергей Платоненков вместо кого? Вместо Клеца? Да, да, да Два подряд блока не прошли для диагонального красноярца в бесследно Появляется на площадке Сергей Платоненков Ну Папуа, он доигровщик, но в диагонали тоже может сыграть Брыжок позволяет, мощь и таки позволяет Яненький Пузнецов Принимаете Реченко, здорово Тодор Скримов Аут Не знаю, было ли там касание, но я уверен, что сейчас посмотрит Наверное, да? А нет, не спорить, не сей Да, да, ничего не было Пытался по блоку попасть, но не сумел ничего Оплетел 5-2 Вновь Урал лидирует с самого начала Эх, не очень удачно Кузнецов подбросил, но подал Попал в площадку Скримов А вот теперь от блока мяч уходит в аут Тодор, третий очко, приносит своей команде 3-5 Отправляется на подачу Дмитрий Жуф Долго Дмитрий готовится Пока вот у него блок получается гораздо лучше, чем подавать Да, 3-6, ошибка во время планера Расстроен Дмитрий, конечно, что вот так вот вышло Ну да ладно, забыли, пошли дальше Алексеев на подаче Это значит, что принимающим красноярцев нужно ждать сумасшедшей силы удара в сторону Посмотрим Тут весь вопрос, попадет или нет в площадку Попадает, явно-то справляется Стрельчук Задняя линия Ерещенко нам неудобно было Однако мяч остается у красноярцев За спину Платоненко У Сергея первой очко в матче набирает Здорово, Енисея 4-6 Повезло, конечно, что вот после этого пайпа Ерещенко, не получившегося откровенно Мяч сразу же вернулся на сторону Енисея Но этим ездением нужно было воспользоваться Красноярцы воспользовались И Стрельчук за головой нашел Платоненкова Сергей был очень уверен И теперь на подачу Платоненков Что продолжит он Свою удачную серию действий Что такое? Антенну задела? Ну, Сергей, ну как же так? Ну, понятно, что Все хотят усложнить Сейчас волейбол такого уровня, что просто так Ничего не выиграешь Но так ошибаться, конечно 7-4, Денис Бирюков Ханипов Скримов Ну, Дерещенко подстраховал Здорово, будет атака? Скримов Опять искал Тодда руки блокирующих Но не нашел Видеопросмотр просит Енисей Ну-ка посмотрим Ну, здесь непонятно На общем плане Сейчас нам Специальная бригада Которая работает На видеопросмотрах В квадратик Укрупненный Поместит руки блокирующих И тот момент, когда мяч На замедленном кадре Пролетает И там уже мы С стопроцентной вероятностью Увидим Был ли блок после удара Болгарского доигровщика Красноярцев Или его не было Достаточно такой важный момент матча Потому что Если сейчас судьи примут Сторону гостей То 8-4 Если Посчитают, что Удар Скримова задел Руки блокирующих То 7-5 Все-таки 4-2 очка Огромная разница Смотрим Было-было, да Мизинец Буквально кончик Мизинца Задел мяч После Ну это Живым глазом Даже если в метре Находишься Как главный арбитр Этой встречи Не увидишь никак А вот на повторе Все прекрасно было видно И Скримов на подачу Справляет Собросимов Алексеев В задней линии Против Ханипова И Ереченко Атаковал И блок-аут 8-5 На подачу Абросимов Довольно неприятно Не самая сильная Подача у Александра Но очень неприятно Но сейчас Ереченко Блестяще доводит Первый темп Ханипова Все здорово Все великолепно Разыграно 6-8 Но держит Это преимущество Урал Никак он не дает Хозяевам Привидеться На расстоянии Одного удара Ханипова На подачу Уходит Нужно сейчас Руслану Постараться Максимально затруднить Чтобы все-таки Получилось У Енисея Брекануть И сократить Вставание Но подача Прямо идеальная Для приема С задней линии Бирюков Безупречен 9-6 Пытался Платоненков Сделать невозможное Но Принять этот мяч Было выше сил Мне кажется Человеческих Йовович У этого Слизующего Хитрющий план Рдая Сложности он создал Ереченко От блока Отыгрывается Платоненков Стрельчуку Ереченко Дубль 2 Обманный удар Готов Готов был Йовович И по диагонали Великолепный удар Вот это Алексеев Ну красавица Не самое удобное Прыгал с места Без разбега Но пробил Киска 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 Вернула Возможно Сергей Платоненков Не совсем Правильную Позицию Занял Он стоял Там Траекторию Удара В это место Закрывал Блок Поэтому Так Пришлось Прыгать Идет Во втором Десять шесть Посмотрим Что получится У Феоктистова А пока Никола Йовович Подает Януто Справляется Роман Жость Заменил Настрельчука Играет Он на Платоненкова Платоненкова Кроют Достаточно Легко Ну там Тройной Блок То есть Не знаю Что надо было Сделать Чтобы На двойной Блок Но тем не менее Очень тяжело Было И это Егор Феоктистов Только вышел Сразу Блоком Заработал Да Ну Совсем Удачно Стрельчук Отыграл И Вполне Логично Его замена На Жосья Но Первый Папсу Жосья Не путался И Реченко Блоком Блокирует 7-11 Не сдается Енисей Молодцы Надо бороться Надо Преследовать Чтобы было Интереснее Смотреть Этот матч И нам Обычным Зрителям Роман Жось На подачу Ну Жосья Такая Подача Хорошая Казанским Принимающим Потрепал Роман Нервы Но Сейчас Не получается 7-12 Ну да Оставание Четыре очка Надо рисковать Что Жосья Делал Но риск Не оправдался А у Урала Феоктистов На подачу Посмотрим Какой Егора С этим Волейбольным Элементом Дела обстоят Януто Справляется Играюч Жось Первый Темп Жук Блестящий Когда Хорошо Тогда Хорошо 8-12 Дмитрий Жук Там Один на один Он остался С Алексеевым И без Особого труда Его переиграл Ян Ереченко Подает У Енисея 8-12 Как же нужна Сейчас подача На вылет Татьяна И он Старается Это сделать Здорово Мяч на стороне Енисея Жесть Скримов Обманный удар Феоктистов Достает Но здесь Атаки не будет Бирюков Просто переводит Сразу Ереченко Задней линии Что дачит Брагин Какой красавец Роман И Ох Бирюков Ну надо было Денису забить Этот мяч Что сотворил Брагин Как он свою команду Оставил в игре Какой он шанс Дал На эту атаку Но Ваут пробил Бирюков Ну там конечно Было тяжело Да-да Бирюков Было Очень тяжело Его там Небо ему закрыли Руки блокирующих Но Мохом 9-12 Хотелось бы Да Чтобы после такого Спасения Ох Какая вторая Подряд Подача Ереченко Еле-еле Бирюков Справился И закрывает Платоненков Ну Тройной блок Там и Алексеев Кое-как Пытался отыграться Крайблок Он метил Но Платоненков Был на чеку Молодой красноярец Приносит 10 очков Своей команды Команде И заставляет Константина Сиденко Взять тайм-аут 10-12 И уже совсем другое дело Всем другое настроение У игроков И у трибун А то ж Немножко Скисли они Во время этого сета Когда Урал Далеко оторвался Но сейчас Вновь поддерживает Свою команду И Он это несет Вперед К победе Как минимум В этой партии Ну что ж Получается Замена Стрельчука На Жося Поначалу Первое действие Романа Не получилось Отдал не очень удобно Бас Полтаненкову Но потом Здорово Он рулит Атаками Своей команды И пожалуйста Отыграли Несколько очков Уже 10-12 И будут продолжать Подавать Ян Ереченко Блестящие Ее подачи У него получились Первое Вообще Вернулось От рук Брагина Обратно На сторону Елисея А второе Бирюков Достал Распластавшись Распластавшись На Паркете Кое-как Мяч там Ультал Ваут И обошлось без атаки Ну что Будет продолжение От Яна Нет В этот раз А хотя Не Да-да-да Не А Нарушил правила Поторопился Дмитрий Показалось мне Сначала Что В принципе Довел Неплохо Брагин И Может Связующий И отдать Хорошую передачу Но в этот момент Когда он Пытался Одной рукой Этот пас сделать Там оказался Битрежут Который решил Все сделать Быстро Не дать Возможность Его еще Отпасовать Пробил Но При этом Нарушил правила А Наш переходящий Зальет На сторону Соперника Поэтому Очко Отдали Урал Лаврю Кузнецова Сейчас мы увидим Леонид Ау 11-13 В игре Ничего страшного не произошло. Продолжают в Красноярсе по коню. Сейчас на подачу не уходит как раз Жук. Прошлый планер он в аут отправил. Сейчас Дмитрий обязан просто попадать в площадку. Все-таки два очка разница. Излишне рисковать не нужно. Еще середина партии. А вот подарок сопернику не приветствуется. Отлично подал. И не будет атаки. Алексеев просто переводит Платоненко вжость. Ай-яй-яй. Ох, попал Ханипов. Какой обманный удар. Но знаете, в динамике это смотрелось очень медленно, очень читаемо. Но на самом деле... Но на самом деле этот удар оказался ну, не берущимся для гостей. Но Жук подал здорово. Усложнил по максимуму. Ну что, еще один планер. В этот раз справляются Бирюков. Йовы. Поднимает. И Рещенко удар Алексеева. Платоненко тут тяжело атаковать, да. Переводит. И Алексеев но справляется. Жук красавец какой. А теперь Платоненко относилась. Здорово. 13-13. Сравнивает Сергей счет. Здорово отыграли в защите в этом розыгрыше красноярцы. И Жук вытаскивал. И первый удар Алексеева Ян Гереченко вытащил. И вот ничья. Замена. Никита Алексеев с площадки уходит. Подустал немножко диагональный гостей. А вместо него кто у нас вышел? Номер 3 это Евгений Рыбаков. Бирюков. Какая классная атака. И неудобно было Денису. Йович там непонятно как извернувшись этот мяч все-таки подкинул. Но Бирюков переиграл двойной блок Платоненкова и Ханипова и вывел Урал вперед 14-13. Да, теперь в диагонали будет играть Уфы Евгений Рыбаков. Познакомимся с этим игроком. Посмотрим на что он способен. Алексеев у Фифти Фифти иногда был очень хороший иногда лучшее решение принимал. И вот Рыбаков подает Светка смягчает с задней линии Ерещенко просто взрывается Ян и отрубка обросимого мяч отскакивает на половине площадки Урала. 14-14 ну вот завязалась борьба у нас прямо чувствуется этот градус напряжения Бирыгина сегодня. И кто на подачу Платоненков? Ну справился Бирыгов играющий сам будет атаковать Маэстро Маэстро Денис как он сейчас обманул всех и блок и страхующих ну великолепно обманный накат и тут шансов у скримова не было. Ну и чтобы он умеет читать умел бы он читать мысли нападающих соперника тогда он мог каким-то образом поднять этот мяч и Бирюков на эмоциях тут же здорово подает скримов на бой пытался его и спасти но это было не так красиво как у Бирюкова но скримов разобрался и 15-й очко принес и не все и 15-15 ноздря в ноздрю идут команды сам же скримов уходит на подачу Бирюков хорош на приеме сзади линии Евгений Рыбаков аут 16-15 едва ли не впервые в этом матче по-моему впервые Енисей выходит вперед отставал по ходу первого отставал и на 5 очков по ходу второго но сейчас в 16-15 и что психологическое преимущество на стороне Енисея сейчас скримов подает Бирюков трудом справляется кроет было это Ханипов атаковал Егор Теаклистов но без Алексея Спиридонова тяжеловато Уралу нет это номер 17 это Роман Жой с удачным блок ставит логично что Константин Сиденко берет тайм аут все-таки так уверенно выигрывали теперь уже отстают еще из брейка 15-17 то есть два два подряд розыгрыша выигрышных догнать ну что вот ушли с площадки Урала Спиридонов нет когда ушел Спиридонов в принципе команда многое потеряла а вот когда еще ушел Алексеев вариантов в атаке очень мало осталось измельчего гостей он задействовал Рубакова который у аут пробил задействовал сейчас Егора Феоктистова который под блок попал и я думаю вполне стоит ожидать что совсем скоро основные игроки у финцев появятся на площадке потому что одному Бирюкову тяжеловато сейчас тащить команду он на приеме играет в атаке хорош но он же не может раздвоиться и расстроиться посмотрим Скримов продолжает подавать 17-15 небольшая у нас пауза там диалог ведет главный тренер Урала и арбитр что-то там скользко говорит скользко на паркете протрите пожалуйста девочки юные волейболисты убежали и помогают вот эти паузы конечно немного сбивают настрой но посмотрим Скримову в первом сете вот такая же пауза перед его подачей была что сейчас ну здесь конечно ошибку допускает связующий гостей играет на стороне противника 18-15 впереди Несей великолепная подача Тодора Брагин не справился потому что откровенно раз мяч перелетал то есть если бы его ничего не заделали Несей бы спокойно принял и соорудил свою атаку еще одна подача Тодор распрямлял аут ну Тодор уже вошел в вкус хотел просто вколотить мяч площадку не получилось 16-18 чем ответит команда из Уфы 25 номер Александр Абросимов тодор вот и подача но тут Янутов совершенно не справился с ней Эйс 17-18 Ответа бросил, получился, что надо, да, выносящая такая подача, опять же не супер сильная, но очень классная Климкин своим тайм-аутом отвечает, тактические игры тренера у нас населись И сейчас сначала Константин Сиденко взял тайм-аут, что при всем помогло, еще немножко проиграли, но он был подряд обрали Сейчас Климкин понял, что немножко не против этого хватало, и теперь он собрал ребят у себя, пытается их у нас походит И теперь, если объяснить, что надо просто играть так, как вы играли, это я предполагаю, я, конечно, слышу, что Климкин сам, да, своим волейболистам А на подачу у нас по-прежнему обросим, ну что, опять Либера будет подавать, или найдет другую жертву для своей очень такой интересной летящей подачи Опять Либера, Янутов молодец Ерещенко, аут, блок-аут, 19-17 Ян Ерещенко возвращает двухочковое преимущество, хозяева Вместо Руслана Ханипова выходит Данила Гаврилов на площадку В первой парке эта замена не сыграла, посмотрим, как будет на этот раз Силовую будет Данила подавать, усложнять прием Ну, еще бы несколько сантиметров мяч под сеткой пролетел Вновь не получается у Данилы Не знаю, неужели у Крисского нет других игроков на скамейке, которые могут мощно подать Первый раз он выпустил Гаврилова, ни к чему хорошему этого не провело, а теперь без розыгрыша отдали очко сопернику 18-19 Йовович Ланнер справляется с Крима в первый темп от Жука Ждет блок Ерещенко Блок-аут 20-18 Ян Ерещенко за высотачку принесет Две последних удачных атаки Блок-аут Которых выигрывали Криснея, оценилось, что Яна Хорошо он входит в эту концовку, уверена Роман Жойс на подаче Ох, как повезло, ну нет, нет, это весь задел сетку мяч Такая неудачная треска получилась, и как не старался игрок Леонид Кузнецов это был, как он не старался достать, но не получилось Эйс Первый эйс Анисея, между прочим У Казани было два, вот, Перидонов и Абросимов А первый эйс Анисея записывает себе в актив Роман Жойс Пусть и с огромной долей везения, но везет тем, кто везет Заслужил это везение Роман Попытка номер два от Жойса И что делает этот парень, вы посмотрите Второй раз подряд, ну здесь уже, мне кажется, не ожидали красноярцы, что достанут этот матч Этот мяч, господи, достанут этот мяч игроки Урала Они достали А потом Рыбаков еще и атаку провел И особо как бы им никто не мешал, видимо, Эйсей уже Ну ладно, 19-21 Пушка какая полетела сейчас Вот это Бирюков Здорово он прочитал, благодаря огромному опыту А подачу такую нам исполнил феоптистов Климкин сохранил бы таймаута на концовку и берет их тогда, когда надо Да, вот сейчас немножко разгладилось Сначала вот это гол Рыбакова Удачный удар Рыбакова Когда мягенькая засветка после удара жестче После подачи жестче и вполне мог Опуститься вновь На площадку, но справились Просит внимательно Что их подопеча Климкин Егор Феоктистов на подаче 20-21 Жаркая концовочка у нас предстоит Как здорово с Климом с трудом справился Ерещенко будет пасовать Платоненков Достает И Кузнецов Как опасно Бирюков перевел Удар Это Ерещенко Нет, мяч в игре Переводят его У кого он выберет жест? Ерещенко Ян, Ян, Ян Ну перехитрил он опять же сам себя сейчас Вот лучше враг хорошего В принципе Не самый, да Удачный пас Вместо Ерещенко Атаковал Но там одиночный блок И видимо хотел он Найти краешек этого блока Краешек рук Дениса Бирюкова Не получилось 21-21 Продолжает Феоктистов подавать А Таймаутов Больше нету Климкина Справляется Янутов Жесть на Жука Остается мяч в игре И повезло Повезло сейчас Евгению Рыбакову Провал такой у Енисея И повлиять со стороны тренера На этот провал невозможно Себе мало-то использовано Остается сами на какие-то резервы Успокоиться и постараться вернуться в игру Потому что очко за очком набирает сейчас Уфа Жесть Ереченков на хау Вот чем хуже для Яна Тем лучше Когда один блокирующий Он начинает мудрить Когда их двое-трое Он делает все правильно 22-22 Ереченков на подаче Отличная подача Яна Но исправляется украинский Доигровщик Енисея Роман Брагин сегодня прекрасный матч проводит Но вот с таким эйсом От Дереченкова Он справиться не смог 23-22 Впереди Енисей Что там опять? Что за пауза у нас? Сиденко пытается там Достучаться до своих подопечных Никак не может успокоиться Подача Наконец-то подает Ереченкова Ну что, будет бить в Брагина дальше? Ну да, ну имел право После эйса мог рискнуть Но с другой стороны Ну вот у Яна хорошая подача Даже когда он не рискует, скажем так Замена Вместо Кузнецова на подачу Выходит Виктор Пивоваров У Урала 23-23 Еще по очку наберут Если обе стороны Игра на больше и меньше нас ждет Которая вообще все что угодно может произойти Пивоваров Янутов задирает мяч Все очень высоко Жестно скримов Аскримов Хорош Было там касание Если не блока То рук принимающих точно было Было хорошо видно Что мяч изменил траекторию Да, да, да Было, было За пять спор Этот Урал любит Поспорить или по этому матчу Кузнецов возвращается Вместо Пивоварова Пока эти усиливающие подачи Замены Со стороны обеих тренеров Особо ее не усиливают Сейчас Жука не меняют Жук будет подавать сам Один из зоопланеров Очень сильно уплажнил жизнь В этом матче Игрокам Урала Посмотрим как будет в этот раз К сожалению, Жук ошибается 24-24 Игра на больше и меньше Выиграет тот, кто первым Оторвется на два очка А так она может продолжаться Хоть до бесконечности Хоть до следующего утра Будут играть И ждать Кто-нибудь два очка Первый наберет Два очка отрыва А на подачу у нас номер три Евгений Рыбаков Ох, какая пушка полетела Справился Янутов Жёст Скримов Пытался обмануть Там тройной блок Было тяжело Ай-яй-яй-яй-яй Ну тут и Бирюков хороший Немного не повезло Возможно не заденет этот мяч Жёст Янутов бы его доставал Ну что, Урал вырывается вперед 25-24 Берет брейковая очкова Уфимская команда И теперь эта подача Рыбакова может стать Последней в этом сейфе Аут 25-25 Помог Рыбаков хозяевам Помог И Сергей Платоненков На подачу выходит Готовится Сергей Ну конечно, это очень-очень важный момент Ну неплохо подал Но Бирюков отлично справился Сам же будет атаковать Обманный удар Успевая, Скримов Взади линии Рещенко Блокаут Хорош Хорош я 26-25 А нет, Уралу отдают А что случилось? А, да-да-да Всё понятно Четвёртое касание В пылу вот этого розыгрыша Я, извините, что вёл заблуждение Этот удар Геретченко уже не имел смысла 26-25 Урал Ведёт Бирюков в сетку Ну, помогает Помогает Сами уральцы Сейчас уфимцы Сопернику Сначала Рыбаков Непонятно, как подал Теперь Бирюков Сам, я думаю До последнего не знал Что ему сделать Но Итоговый результат Никому не впечатлил Скримов Хорошо подал Бирюков Молодец Сзади линии Рыбаков Но там Руслан Ханипов Его ждёт 27-26 Вот блок красноярцев работает Самый важный момент Тодор Скримов Опять разговоры Разговоры Ну, зачем делает Это Ян Ереченко сейчас Он уже сбивает Собственного партнёра Скримов Не попал Ну, видимо, да Не попал 27-27 И Александр Абросимов Авторы одного из Немногочисленных эйсов Этого поединка На подачу выходит Опытнейший Центральный блокирующий Много где поиграл В сборной России выступал Попал Попал Абросимов Попал Эйс Второй эйс Абросимов В матче 28-27 Ну что, ветеран Урала Сейчас может стать Главным героем Этого сета Если вторую Подряд подачу Подаст Так же здорово Как первую Нет В этот раз Аут 28-28 Ну, до предела Наколена Обстановка Нервы Как струн у игроков Сейчас И, конечно Эти ошибки Они вполне Объяснимы Руслан Ханипов Планы Руслана Пока особых проблем Не доставлял Соперникам Как будет на этот раз И опять не доставил Ёлыч Прекрасная была Ситуация Для обманного удара И Никола Выводит свою команду Вперед 29-28 Связующий Урала Отправляется На подачу Ланар Йововича Ереченко справляется Жёст Ереченко сам будет Атаковать Блокаут 29-29 Вот это У нас Накала Вот это Игра Не было Ещё таких Крупных Щитов Таких Точнее не крупных А больших Щитов Когда обе команды Столько набирают В этом сезоне Ни у Несе Ни у Урала Жёст Какая Подача Классная И не будет Нормальной атаки Да Просто скидывает Мяч 17-й номер Жёст На Ереченко Ереченко Прекрасен 30-29 Ян Ереченко Вторая подряд Задачная атака Украинского Легионера Енисея Жёст Красавица Сначала Супер Подача Потом Прекрасный Пас На Ереченко И вновь Жёст На подаче Ну что Принесёт победу Енисею Роман Справляется Браги Ёлович Не совсем Удобно Было Рыбакову Но он Справился Молодец Молодец Евгений Так от блока Мяч Удачно Отскочил Что он Именно Сели Задел блок И прямо В угол Винтился Янутов Только мог Глазами Мяч проводить Шансов Не было Егор Феоктистов На подачу Урала 30 30 30 Фантастика Утворится Справляется Янутов Жёст А в этот раз Ереченко Перехитрил Не стал он Ломиться Блокаут Он сделал Блокаут Но очень тонко Кистью Аккуратненько В угол Блока В ладошечку Опытнейшему Бирюкову Но я Наказался Хитрее 31 30 Ереченко Прямо Лучший Игрок Энисея Этих Последних Минут Последних Розыгрыш Извините Ереченко С трудом Но справляется Брагин И Рыбаков Гвоздь Во вторую Линию Вколачивает Энисея Тоже не было варианта Все было здорово Прием Прекрасный пас И атака Рыбакова Сначала И Рыбаков Не вошли Что-либо Груз Особо Разыгрались В 900 Наподачи Перебалился Мяч И Будет Атака И Рыбаков Попадает Попадает В угол Площадки Евгений Рыбаков 32 31 Кузнецов На Бодаче Нет перерывов У тренеров Но не могут они Никак попасть Своим подопечным Только Линия площадок Подсказывает Ой, Ереченко Какой неудачный Прием Платоненков Молодец Отыгрался Сергей Ереченко С задней линии Здорово Молодец Вот этот раз Ереченко Хорошо сыграл Будет пасовать Янутов Искримов По рукам Блокирующих Попал в площадку Попал 32 32 Нет площадку Не попал Блок Был блок Я даже не представить Что сейчас Сами волейболисты Чувствуют Такое Напряжение Царит А уж Болельщикам Как тяжело И той, и другой Команды Кажется Что вот-вот Еще чуть-чуть Твоя команда Наберет Еще одну очко И выиграет Нет, нет Догоняет Оппонента 32 32 Бирюков Там Что-то Спросил У арбитра Вот эта пауза Конечно Лишняя Лишняя Жук подает Ну Дмитрий Продляется 17-й номер Хорош Ереченко Платоненко Возвращает Давай Ян Просто перекин Перекидывает Бирюков Ева И в первый темп Оброчим 33 32 И на подачу У нас Третий номер Евгений Рыбаков Справляется Лиша Скримов По руках Блокирующих Вот он Шанс Урала Йович Выберет Очень неудачно Бирюкова И достает Енисей Йович Первый темп Закрывают Молодцы Какие Красноярцы Борются И Вынуждают Ошибиться И игроков Урала Совершенно Непонятно Что сейчас Делали Косте 33 33 Казалось Все Уже Урал Вырвет Победу Обросим Овблок Пробил До этого Атака Была Классная По моему От Бирюков А нет Там не было Наоборот Неудачной Передачи Передачи Бирюков Как-то Попытался Выгрести Этот мяч Ударил Да Классно Если бы не Ирещенко То заработал бы Очко Ну что ж 33 33 Сергей Платоненко Не совсем Удачная Подача Бирюков Без вариантов 34 33 Денис На подаче Одно очко Уралу Не хватает В этом сете Денис Бирюков Подача Янатол Спокоен Первый темп Берет Берет Брагин Бирюков Но неудобно Феоктистов В аут Не было Там никакого Касания Блока Берет Просмотр Да нет Ну давайте Я может быть Тороплю Сейчас посмотрим Увеличенную Версию Так скажем Но Насколько явно Феоктистов Эти руки Искал Да и не хочется Чтобы Вот именно Так прервался Потрясающий сет Столько великолепных розыгрышей Которые могли Подарить одной из команд Победу Но нет Соперник все таки Упирался до предела А здесь Банальный удар Никуда там Если он Коснулся там Подушечки Какой-нибудь из пальцев Принес Сет Не знаю Не знаю Не хотелось Делали Чтоб продолжался Этот накал Этот великолепный матч Здорово Здорово Играют Конечно Может быть Многовато Ошибок Ну-ка Смотрим Было ли Касание Не Тут и рядом Его не было Ничья 3-4 3-4 Не было там Касание Не было Да ну Там даже Руки еще не опускались В тот момент На мяч пропитал Тодор Склимов На подачу Болгарский Доигровщик Красноярцев Вот как-то Тодору не везет Как не его подача Так попадает Он под какую-то Жесткую паузу Которую сбивает Конечно Ну посмотрим Не стал рисковать Йовович Удар Рыбакова Был великолепный Что тут сказать Даже глазом Было тяжело Этот мяч Как бы уследить Не говоря о том Чтобы попытаться Его принять Великолепная Атака Рыбакова Здорово Готовку Пробой А брошим Автоподачи В прошлый раз Мэйсом Отметался В этот раз Ереченко С огромным трудом Оставляет мяч в игре И сам же будет атаковать Блокал 35-35 Что творится у нас В Ерегина Ну просто фантастика Фантастика Ребята 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 Жесть Еле-еле доставал Для Ереченко Но вот эта Атака Блокаут У Ереченко До идеала Просто доведена Ханипов Очень простая Подача Бирюков Люков Справляется 17-й номер Атака Красавец какой Ханипов Писать И линии Скримов 36-37 Заступил Заступил Тодор 36-35 В пользу Урала Никола Йовович Ланер С этого слезу Еще Очень опасно Летит Максимальная Внимательность Скорбонисея Нужна Ереченко Внимателен Первый темп От Жука Ну Теоретически Мох Отставит мяч В грех Йовович Но Чуть-чуть Ему не повезло Но Очень быстрый Пас И даже Удар Может у Жука Не слишком Получился Не поймал Он в лед Эту передачу Но Принес очко Своей команде И Роман Жось Один из лучших Подающих Енисея Брагин Очень хорошо Справляется Оставляют мяч В игре Кростоярск Первый темп Закрывают Рыбаков Хороший Рыбаков Так Его Покритиковал Немного После того Он вышел Вместо Алексеева Но В концовке Он просто Великолепен 37-36 У нас Скорая За 50 Игра Уже Перевалит Я чувствую Но Пусть Горица Команды Это здорово Такой Волюбов Всегда Классно Смотреть Подтача Подтача Феоктистова Янутов Тащит Жось Ерещенко Волюбов 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 В России По вершине Независимой Применит БРКУ Применит Волюбов 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Задел Евгений Рыбаков мяч, но что он собственно мог сделать Подавать уходит Дмитрий Жук ДимаTorzok 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 ДимаTorzok